Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы после выходных на финансовых рынках и продолжаем говорить о чудовищно волатильном и крайне интересном финансовом рынке. Сегодня, друзья, как и всегда, в 16.30 состоится вебинар «Правильный понедельник», где мы в крупных, опять же, крупными мазками разберем основные события недели минувшей и того, что происходит с коронавирусом и так далее. Но сегодня, с вашего позволения, я прям постарался, чтобы пораньше этот видеоматериал появился у вас. Я считаю, что нам нужно поговорить о самой актуальной теме. Сейчас самая актуальная тема – это то, что происходит на рынке нефти. А рынок нефти валится, друзья. Сегодняшнее открытие и падение, сопоставимое по масштабам, друзья, с падением 1991 года, история вершится на наших глазах. И хотелось бы особенно сказать, не нужно мне говорить о том, что я не предупреждал вас о том, что рынок нефти будет обречен на тотальнейшее снижение и переписи многолетних минимумов. Я ориентировал вас на то, что эту сторону нужно занимать еще около двух месяцев назад. И уж очень надеюсь, что среди вас есть те трейдеры, которые прислушиваются. И вместе со мной, полагаясь на фундаментальный фон и понимая, каким образом он может сказаться на этом активе, все-таки открыл короткую позицию. Давайте разбираться. То, что происходит на рынке нефти в данный момент. Хотя можно сделать небольшую отсылку еще на пятницу, потому что у нас и в пятницу была перепись многолетних минимумов. В частности, открылись мы с уровня 50.41, закрылись на отметке 45.57, при этом лоу был 45.21. Друзья, то, что мы видим сегодня, уровень 31.96. Это падение фактически на 20%. В пятницу нефть обвалилась. Почему? Потому что в пятницу стало очевидно то, что пришел конец Альянсу ОПЕК. Мы знали то, что на встрече ближневосточного картеля со знаком плюс, это в расширенном составе, не будет достигнута никаких договоренностей, которые предполагают дополнительное сокращение нефтедобычи. Не будет достигнута. Почему? Потому что Россия не поддержит инициативу по дополнительному сокращению. Я думаю, что очень самой, наверное, большой ошибкой, может быть, даже Запада, Соединенных Штатов Америки, было представить данные по тому, сколько они добывают нефти перед, опять же, саммитом ОПЕК+. В среду, как вы помните, мы получили данные, в соответствии с которыми уровень нефтедобычи в США достиг рекордного показателя в 13,1 миллионов баррелей в сутки. При этом по экспорту Соединенных Штатов Америки вышли на вторую позицию в мире. И с этими вводными, по сути, Александр Новак приехал на заседание стран ОПЕК, где Саудовская Аравия продолжила навязывать позицию того, что мы, как производители, основные производители нефти, должны делать все возможное, чтобы сейчас спасти аналитический рынок, создать условия для роста котировок нефти. А что нужно сделать, чтобы уж точно повлиять на ценовую конъюнтуру? Конечно же, снизить объемы нефтедобычи. Но, как вы помните, друзья, мы попробовали разобраться еще в конце прошлой недели и пришли к выводу, что фактически, если бы Россия сейчас поддержала дополнительное сокращение нефтедобычи, она позволила бы Соединенным Штатам Америки, которые не скованы никакими обязательствами, увеличивать нефтедобычу и продолжать свою многолетнюю экспансию на рынке углеводородов благодаря которой они уже достигли фактически первых позиций и по экспорту, и по объему нефтепроизводства. Россия больше в этом театре предпочла не участвовать. Поэтому решение, которое мы получили в пятницу, оно было ожидаемым. Ну, я надеюсь, друзья, то, что для вас оно было ожидаемым, потому что для меня это, ну, прям как белыми нитями. Все было предельно ясно, прозрачно, и я, по-моему, также предельно ясно и понятно доносил вам позицию, то, что Россия не поддержит дополнительное снижение нефтедобычи. Поэтому в пятницу, когда Россия отказалась, стало ясно, что Альянс ОПЕК себя и жил. В принципе, эта организация развалилась, и стало очевидно, что Россия сейчас будет делать все возможное, чтобы вернуть потерянную былую долю, которую ранее из-за действия аналитического пакта оттяпали Соединенные Штаты Америки. Для того, чтобы вернуть эту долю, тоже, мне кажется, все предельно ясно и понятно. Что нужно сделать? Нужно обвалить цены на нефть до уровня, который будет нерентабельным для сланцевых производителей США. В принципе, с этим, друзья, новостным фоном мы закрывали торговую сессию пятницы. Понятно, как будут действовать регионы, но вот открытие понедельника, оно, конечно же, стало неожиданностью, в том числе и для меня, для пессимиста по рынку черного золота. Я не ожидал, что снижение будет настолько серьезным, и я не ожидал, что в шахматы умеют играть и на Ближнем Востоке. Ну, это, конечно же, наверное, лишний комментарий, но я думаю, что вы поняли, к чему я говорю. Саудовская Аравия, партнер закулисный США, получила директиву создать условия, при которых можно было бы переиграть Россию. То есть, с одной стороны, мы делаем акцент на то, что Россия хочет устранить Соединенные Штаты Америки в плане сланцевого производства с глобальной энергетической карты. Но для того, чтобы как-то сейчас повлиять на Россию, нужно создать условия, при которых цены на нефть валились бы гораздо быстрее, чем хотела Россия. Поэтому то, что мы услышали в выходные и, в принципе, то, что стало причиной основного давления на котировки нефти, это и есть ход конем, сделанный с Саудовской Аравией. В частности, Саудовская Аравия сообщила о том, что они значительно увеличивают нефтедобычу. В частности, сейчас показатель, который фигурирует в СМИ, рост производства до 10 с небольшим миллионом баррелей. При этом значительно сокращают долю цены, по которой они будут продавать нефть для основных партнеров. Котировки нефти полетели вниз. Сейчас, повторюсь, друзья, уровень 3196. Это удар значительный по благополучию экономик, чье, в принципе, благосостояние зависит от экспорта углеводородов, от сырьевых инструментов. Это удар, прежде всего, по России, потому что, повторюсь, друзья, что российская экономика верстала бюджет с ориентиром на базовую стоимость аксилов в 45 долларов за баррель. Сейчас она уже 3196. И, фактически, можно сказать, что началась ценовая конъюнктурная и наречическая война между Ближним Востоком и Россией. Я не знаю, друзья, кто выйдет победителем и как будут обстоять дела дальше, но абсолютно уверен, что рынок нефти входит в затяжной тренд еще больших продаж. И если вы, друзья, не заработали на обвале раньше, вы должны винить только себя, потому что рекомендация была дана, что рынок нефти обречен на снижение. Если вы считаете, что поезд еще не ушел, я не буду с этим спорить, но шансов на то, что удастся выжить из-за котировок нефти столько, сколько рынок создавал в плане возможностей раньше, шансов уже, конечно же, меньше. Я допускаю то, что цены на нефть все-таки могут обновить. Январьский лоу 2016 года, он значится на отметке 27 долларов за баррель. Сейчас, повторюсь, друзья, цены держатся выше 31, то есть фактически около 10, даже чуть больше процентов, но есть возможность еще выжить из потенциала этой нисходящей динамики. Но это очень рискованное предприятие, потому что, как правило, возвращаясь к канонам поведения на финансовых рынках, за таким снижением и за открытием с ГЭПом следует коррекция. Не знаю, друзья, уровни, с которых лучше продать нефть, если они будут найдены, я вам, безусловно, расскажу. Но в целом я предлагаю ориентироваться на то, что давление на этот рынок еще сохранится. Ну и в двух словах еще про несколько валютных инструментов, друзья, мы на следующих брифингах остановимся детальнее на прочих активах, но сейчас, я думаю, что нам нужно было затронуть, скажем, не только в крупных мазках основную тему, то, что происходит на рынке нефти. Доллар иена 102.74, здесь мы ждем отметку 100, потому что валится индекс доллара, потому что темпы экономического роста Японии, которые мы получили сегодня, указывают на то, что японская экономика в рецессии. Это значит, будут следовать новые меры экономического стимулирования со стороны Банка Японии. Что касается действий Федрезерва, то повторюсь, друзья, мы ждем мартовское заседание ФРС, в ходе которого снова будут снижены процентные ставки. Это то, что обрекает американскую валюту на ту нисходящую динамику, которую, собственно, мы и наблюдаем. Золото 1703 хай, я буквально в пятницу записал ролик о влиянии коронавируса на мировую экономику и предлагал вам в качестве цели. Золото 1700, мы ее уже достигли, но золото вырастет еще сильнее, это 100%. И доллар канадец, за которым мы также следили, сейчас котировки 1.3627, цели перевыполнены, но думаю, что можно ставить на движение пары в район 1.4. На этом все, спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.